здравствуйте драгоценные мои друзья как медитировать как выйти в осознанное сновидение как пробудить себе силу духа как вспомнить прошлое воплощение как научиться взаимодействовать с энергией да вот эти вопросы как почему от чего где за что хода про вопросительные слова их не очень много на самом деле если поставить вопросительные слова вопросы да в в языкознании в лизе в лингвистике тоже вот множество вопросов возникает нашем разуме и мы всю жизнь задаем их себе другим этой вселенной зачем я здесь оказался почему от того момента как мы научились говорить когда младенец спрашивает что это почему вопросы ответы до самой старости что нас ждет там зачем я вообще жил в этом мире множество вопросов на которые мы получаем ответы и ну иногда нам стане временно удовлетворяют но обычно это знаете как жажда как голод только временно вы можете на всю жизнь вы не можете наесться вы не можете напиться на всю жизнь через какое-то время опять же возникает голод и жажда поэтому вопросы информация это тоже еда да то есть наш разум наше тело потребляет еду на пищу различную благостную неблагостную позволяющую нам жить или разрушающие наше тело приводящие к болезням неважно на нашего разума тоже нужна еда да она более тонкая ну более тонкая да если для тела это прямо вот физически как какие-то вещи такие грубые которые мы должны откусывать пережевывать и у нас еще целая пищеварительная система на самом деле в нашем тут это вот момент переработки очень серьезный да вот с самого верха до самого низа да вот это вот вот это вот все системы переработки да там желудок поджелудочная там огромный кишечник система выведения там почки И все целая, так сказать, целая фабрика кухни по переработке хорошего продукта в, так сказать, откровенное дерьмо. Да, вот разум наш, тоже он потребляет более тонкую пищу. Более тонкое информацию. Мы смотрим, мы слышим, мы нюхаем, мы получаем информацию. Тоже система более тонкой настройки. А куда-то, потом тоже куда-то это все девается, перерабатывается. То, что мы приняли в себя. И следующее, третий тип питания. Вот это вот амброзия, пища богов. Это уже то, что мы не осознаем вполне. Это пища для нашей души. Да, вот эти вот. Первые два мы еще можем ощутить. Если одно, мы прямо чисто физически ощущаем пищу. Второе, вот эта информация, она тоже нам очень важна. Без информации мы начинаем, ну как вот вас закрыть и просто все. Ничего нету. Да, ни газет, ни разговоров с кем-то. Информации нет. Вот разум затухает, разум умирает, разум сходит с ума. И вот эта пища амброзия для души. Именно что-то такое вообще. Когда мы вот в чем-то вот в хорошем месте, мы ощущаем какую-то благость. Мы ощущаем, что вот это нужно нам. Да, вот три вида, три тонкости, которые мы чувствуем. Та информация, которая, которая дух наш воспринимает себя. То, что мы несем с собой, забираем с собой. Потому что наше тело в конце концов разрушится. Да, и оно останется. И вот в этой земле останутся те химические вещества, которые мы в своем теле, так сказать, накапливали. И вот наш разум, информация из нашего разума тоже не вечна. Она будет, тоже исчезнет в этом пространстве. Да, в виде каких-то, может быть, в какой-то форме памяти о нас. Каких-то вещей, которых мы сделали, оставили в этом мире. Тоже информация о себе. Вот она тоже развеется в этом мире. А вот эту амброзию, третью составляющую. Вот именно то, что составляет бытийную массу человека. Да, вот то, что он набирает в каждой своей жизни. Вот этот ваш день в вашей жизни, когда вы проживаете. Ваша жизнь, это день вашей души. Вот сегодняшний день для... Сейчас, ну, не совсем раннее утро. Сейчас 7 часов утра. Уже начинает просыпаться этот мир. Горы, степи. Вот эта информация, которую я получаю. Да, вот часть из них информация тела, информация разума. А вот то, что я унесу с собой. Бытийная масса. Смогу ли я хоть чуть-чуть в сегодняшний день набрать вот эту именно бытийную массу? Вы счастливы на самом деле? Не когда вы сыты. Не когда у вас много еды. Не когда у вас много информации. А когда вы получаете вот эту амброзию, амриту. То, что дает рост. Ну, рост тоже неправильно. Да, то есть это не значит, что душа распухает от того, что вы набираете что-то такое. Да, но бытийная масса повышается в чем-то. Это опять же слова разума. Повышается. Вы чувствуете, что вы идете путем души. Или вы, или вот что-то отдавая, вы как бы уменьшаете эту массу. Да, друзья мои. Вот это самое важное. Самое важное в духовном росте. Да, духовный рост тоже понятие, что вы растете духовно. Не усыхаете духовно. Ваша душа усыхает. И опускается, как камешек. Да, вот как камешек, она опускается вниз, в нижние миры, потому что она теряет вот эту бытийную массу. Или наоборот. Она становится легкой, воздушной и поднимается вверх. Да, вот как процессы в жидкости или газе. Воздушный шарик поднимается вверх, в верхние миры, или опускается вниз, как дробинка, которая слишком... Тоже процесс вдоха и выдоха для души. Жизнь, жизнь тела и жизнь души. Вдох, вы поднимаетесь вверх в небеса, в райские миры. И там с богами рассуждаете о прекрасности этого мира. Выдыхаете и опускаетесь вниз, в эту темную бездну. И там с демонами тоже рассуждаете о, может быть, несправедливостях и сложностях и тяжести этого мира. Как все бывает долго, да. Вдох души, вдох и выдох. И вдох и выдох тела. Вдох и выдох для нас просто. Сколько мы этих вдохов, выдохов делаем? Вдох души может занимать множество жизней. Ох, ох, ох. Волки, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. А слоних эта вся дрожа так и съела, села на ежа. Ладно, драгоценные мои друзья, видите, рассуждения с утра ни о чем. Вопросы и ответы. А вот как повысить массу, бытийную массу души? Как подняться вверх и опуститься вниз? Вот эти вопросы. Вселенная дает знак, дающую мистику, наверное, как бы завершить или не завершить. Потому что вопросы для тела, вопросы для духа, с одной стороны разные, а с другой стороны одно и то же. Счастье, это когда вы поднимаете свою бытийную массу, когда вы вдыхаете в себя то, что нельзя вдохнуть. Когда вы питаете, высыщаете свой дух. А несчастье, это когда она усыхает, когда она падает в вас. Наверное, так. Идут, идут, идут лошади и всадники надо держать псов.